Евгений Бунтман в этой студии, Алексей Кузнецов. Добрый день. Алексей Кузнецов, как всегда, Евгений Бунтман сегодня заменяет Сергея Бунтмана. И мы сегодня судим Джузеппе Бальзамо. Он же Джузеппе Бальзамо, он же граф Калиостро. Александра Калиостро совершенно. Мы его судим вместе с Папой Римским, вместе с кардиналами. Соответственно, с ДАСП, с Пием Шестым, с четырьмя кардиналами и прочими членами суда. С чего все это началось? Как вообще попал гражданин Бальзамо? Ну, уже гражданин в 1789 году, да. Попал в Италию, в Рим. Вы знаете, во-первых, он к этому времени не так успел наследить в большинстве крупных европейских столиц, что у него не так уж много было вариантов для дальнейших передвижений. А они ему были необходимы, потому что тот образ жизни, который он вел, предполагал, что это должен быть крупный город, это должен быть город, в котором много состояний, что это город денежный должен быть, это должен быть город аристократический. То есть, это, по сути, его привязывало непременно к столицам, потому что в той же самой России, да, Москва, может быть, была и побогаче Петербурга. Но вот это необходимость... Высшее общество, крэм до крэм, да, необходимость в этом лоске и всем прочим, привязывало его к Петербургу, что и стало причиной, как и во многих других столицах, его более чем поспешного отъезда, потому что неизбежно, так сказать, он наступал на какой-нибудь не тот хвост. И в результате, когда его попросили из Франции, а из Франции его попросили... Ну, у него были там покровители и достаточно влиятельные, собственно, наиболее крупный, наверное, кардинал Роган. Но то, что Калиостро у нас об этом целая передача была, оказался замешан в деле о королевских бриллиантах. Хотя он там прошел, в общем, краешком. Похоже, что он не был изначально вот в эту интригу включен, как один из соучастников. Но когда Роган обратился к нему за советом, он то ли сам, то ли подученный Лоренци, которая, может быть, это его жена, собственно, да, которая сыграет в этой истории очень большую роль, он вроде как Рогану присоветовал, что да, надо брать. Ну, и в результате несколько месяцев просидел в Бастилии. И хотя судом был оправдан, но, как говорится, осадочек остался. Вот, тем более, что ложечки далеко не все нашлись. И ему пришлось из Франции убираться. А дальше, видимо, выбор Рима был во многом продиктован тем, что очень на него давила Лоренцо, которая очень хотела вернуться в родной город. И с этим связано, видимо, то, что... Вот Калиостро при всем своем, уж будем его называть этим псевдонимом, кстати, не очень понятно, откуда он взялся. По одной версии, это просто вымышленное имя. А по другой, вроде бы, когда еще он был достаточно молодым человеком, его тетка, скончавшаяся, вроде бы она носила такую фамилию, он ее взял за благозвучие, а уже граф и так далее. Это чистая выдумка, тут никаких сомнений нет. Ну, как всегда, в случае Калиостро ничего не понятно до конца. Ну, да. Но, с другой стороны, в то время были люди еще более непонятные. Да, с Калиостро хотя бы понятно, что он итальянец. Хотя бы понятно, что он 43-го года рождения. Его старший современник Сен-Жермен, мы даже не очень понимаем, где его родина. Тем более, что он... Везде. Везде, да. Такой гражданин мира в первоначальном понимании этого слова. Вот. И, значит, Лоренц к этому времени, видимо, от мужа серьезно устала. И ее потянуло вот к, что называется, к родным берегам. Тем более, что время у нее было довольно многочисленное, достаточно зажиточное, хотя совершенно не аристократическое родня. У нее такие вот бюргеры, что называется, весьма набожные. И, видимо, значит, во-первых, очень сложное отношение с мужем, который, ну, в общем, относился к ней, будем называть вещи своими именами, по-свински, потому что неоднократно в периоды всяких финансовых неурядиц они у него случались регулярнейшим образом. Он ее использовал, фактически ей торговал. По крайней мере, она так будет показывать на суде. И этому есть, пусть косвенные, но все-таки объективные доказательства, потому что, опять-таки, одной из главных причин его спешного отъезда из России называют то, что Екатерина была крайне недовольна тем, что Лоренцо явно совершенно расточало какие-то авансы потемки, но и тот, видимо, на это дело ввелся. Это опасно. Понимаете, когда говорят, что Калиостро был гений, пусть даже гениальный мошенник, для гениального мошенника он периодически делал, ну, грубейшие совершенно проколы, вот элементарные, да? Ну, не надо было разбираться в тонкостях и хитросплетениях российского двора для того, чтобы понимать, что с Потемкиным и с другими фаворитами Екатерины не надо шутить. Не надо. Для этого не надо быть мудрецом и правительством. Казалось бы, да? Точно так же, как, вот, собственно, к теме уже непосредственной нашей передачи, не надо было быть мудрецом для того, чтобы понимать, что не надо в ситуации 89-го года лезть в самое-самое католическое логово, потому что, конечно, это период значительного устрожения всего в связи с начавшейся французской революцией, но тем не менее, он в это время позиционирующий себя как основатель нового масонства лезет в вечный город, правители которого за предыдущие полвека дважды издавали специальные буллы против масонцев. Ну, забегая вперед, во время судебного процесса, насколько я понимаю, он как раз и говорит об абсурдности обвинений, потому что, ну что я, грубо говоря, дурак, чтобы лезть в Рим и тут устраивать масонский заговор. Вы понимаете, дело в том, что он столько раз на протяжении этого очень длинного процесса, ну, напомним, что суд длился 11 месяцев, 43 заседания было проведено, значит, с довольно большими иногда перерывами, возобновлялось следствие, велись допросы, он очень часто менял показания, потому что вот то, что вы упомянули, только одна из его линий защиты. А другая... Он говорил, что он добрый католик, и поэтому он поехал в Рим. А еще он говорил, что то масонство, которое он основал, оно как раз католическое масонство, это правильное масонство, да? Дескать, есть еще один Юрий Милославский, что, дескать, то масонство, которое такое полуатеистическое, а вот он-то как раз собирался вернуть масонство к истинной вере, и дело в том, что... Что такое ухудшило его обыску положение на процессе? Ну, трудно сказать, дело в том, что помощь ему были заключения трех видных французских священнослужителей, кардинала Рогана и двух архиепископов, которые очень покровительствовали. Но, видимо, опять-таки, все, что исходило из Франции, тем более, что кардинал Роган был избран в те самые генеральные штаны по квоте духовенства, и хотя он совершенно не был рад этому обстоятельству, но принял участие в их работе. Видимо, это действительно трибунал настораживало еще больше и больше, потому что, безусловно, в Калиострове видели в том числе и агента французской револиции. Давайте, наверное, с начала самого процесса, с того, как и почему правоохранительные органы Папской области заинтересовались Калиостровами. Вы знаете, вообще, сказать, когда они им заинтересовались, однозначно нельзя, потому что есть версия, что его ввели, что называется, еще от французской границы в Швейцарию, а потом из Швейцарии в Италию, что к нему уже был приставлен агент, потому что человек, которого Калиостро нанял как своего личного секретаря, такой монах-францисканец, видимо, уже к этому времени вышедший из ордена, а может быть вышедший для виду, потому что, как известно, бывших францисканцев не бывает, такой отец Рулье де Сен-Морис или Сан-Маурицио, как он станет называть себя, когда они окажутся в Италии, он, безусловно, будет агентом инквизиции, но вот с какого момента не очень понятно. То есть, изначально он был подставлен, или его завербовали уже, когда он уже был секретарем Калиостро, но так или иначе, вот явно совершенно его, еще до границы уже приняли под такое особое внимание. А дальше все усугубляется тем, что вел он себя в Риме крайне неосторожно, за те полгода, что он в Риме находился на свободе. Поселился чуть ли не на площади Испании. Он поселился там разные, есть версии, да, причем одни говорят, что в Трастевере он поселился, другие, что на пьяцах из Испании, а это надо понимать, что практически через весь город, если брать старый Рим. Вот, но он действительно обставил, значит, квартиру в совершенно таком восточно-фантасмагорическом с чучелами крокодилов и так далее. Дрон там, по-моему. Дрон был, да. Значит, была специальная потайной ход, из которого появлялась Лоренцо, но это уже отработанный был такой вот прием. И он начал вербовать людей вот в эту самую масонскую ложу, главой которой он был, египетское масонство. Он утверждал, что он сумел проникнуть внутрь пирамид, которые тогда еще, напомним, были, так сказать, ну, по крайней мере, официально, не много египетского похода еще не было. Не было, конечно, не было изучения. Еще 10 лет, да. Вот, что вот он, значит, якобы там общался с тенью трисмегиста и так далее, ну, обычно. Вообще, это был просто человек-оркестр. Это был человек фантастический в плане тех тонн макаронных изделий, которые он обрушивал на слушателей. Видимо, он обладал феноменальной памятью, потому что вот хотя бы для того, чтобы просто-напросто запомнить все вот это, вот, да, хотя бы требовалось невероятное и умение импровизировать, и, конечно, фантастическая память. И он, поскольку они опять остро с Лоренцией нуждаются в деньгах, но это самое обычное их состояние, значит, он начинает вербовать сторонников в ложу. А в Испании, ну, простите, в Италии, в это время масонство и раньше было запрещено вот теми самыми папскими булами. Но тут начинаются уже конкретные гонения, и во многом это связано с тем, что в масонах опять-таки видят французскую агентуру. Французскую революционную агентуру. Французскую революционную агентуру к концу 89-го года такая антирелигиозная направленность уже очень чувствуется в французской революции. Она еще не дошла до своего пика, да, но, в общем, так сказать, вносится в воздухе это все. И, значит, находит всего несколько человек, причем вот опять же к вопросу о гениальном Калиостре, который там все видел на 5 метров под землю через бетон, он находит двух людей, которые демонстрируют, показывают, что они люди богатые, и просят вступить в его ложу, но вот хотят быть сразу мастерами, то есть, минуя стадию, так сказать, учеников и подмастерьев. Он им намекает, что можно, да, можно, но вот просит продемонстрировать, так сказать, деньги. Ему показывают перстень с огромным совершенно бриллиантом. Он проводит процедуру, причем процедура – это совершенно фантасмагория, потому что он там шпагой касается плеча, ну, то есть, полная смесь из рыцарских романов и всего, чего можно, вот, и, значит, называет их этими самыми мастерами вот египетского вот этого самого масонского ритуала, а затем один просто уходит, не заплатив, а другой оставляет ему вот это самое кольцо с бриллиантом, и буквально дверь захлопнулся, и Калиостр уже понимает, что стекляшка, он в результате его просто каблуком расставил. Поразительно, конечно. Вот где он, где его великая, так сказать, проницательность знаний людей и так далее, потому что жадность все затмила, но, в общем, одним словом, а слухи-то, естественно, ходят, тем более, что он сам эти слухи подогревает, и это он делает в каждой столице, куда он приезжает, эти его знаменитые слуги, которые один рассказывает, что он уже 600 лет служит. Ну, собственно, это войдет даже в «Формулу любви», фильм, который, конечно, ассоциируется у нашего зрителя с Калиостром, а другой там рассказывает, что он был нанят в Древнем Египте и прочее, прочее, прочее. То есть, Калиостр не мог без вот этой помпы вокруг себя. А в той обстановке это все больше и больше наводит на подозрения. И в конечном итоге, значит, видимо, ключевым моментом становится предательство Лоренции. В какой именно момент оно произошло, тоже не очень понятно. Она, безусловно, будет давать против него показания после того, как они оба будут арестованы, но похоже, что начала она до. Похоже, что начала она до, похоже, что она рассчитывала убить сразу нескольких зайцев, значит, видимо, она рассчитывала, что если его осудят как богохульника, еретика и вообще чернокнижника, что это даст ей развод, даже в том случае, если его не казнят, что все равно это будет... То есть, это было по расчету, безусловно. Потому что была еще версия, что она... Ну, правда, ее не назвать все-таки простушкой, что она на исповеди призналась во всех этих вещах потом... Нет, 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 конечно, нет. Она вообще была, видимо, недалекой женщиной, хотя простушкой тоже была бы, так сказать, другой крайность ее назвать. Суть по всему, во-первых, ей надоела такая жизнь. Вот эта постоянная из огня до вполымя, постоянная необходимость в любой момент быть готовым, там, бросив все налегке, бежать и так далее, постоянный риск тюрьмы, ей это надоело. Плюс она была уже не молода, и ей, видимо, хотелось устроить. Но поклонники пока были, пока она, в общем, еще пользовалась достаточно большим успехом, возможно, она надеялась на то, что она еще успеет устроить свою жизнь с другим человеком, так сказать, богато, спокойно и ровно. Кроме того, не исключено, что у нее какие-то религиозные какая-то совесть проснулась, может быть, под влиянием семьи, может, под влиянием, так сказать, мысли о том, что будет после и так далее. Но в любом случае она, видимо, рассчитывала от него избавиться таким образом, понимаешь, просто так. Он ее, видимо, любил по-своему. По крайней мере, в тюрьме он очень, пока он не узнал его, вот пока на процессе не стало понятно, что она его предала, он очень по ней тосковал, он там забрасывал своих следователей просьбами устроить свидание и так далее. То есть, по-своему, он к ней, видимо, был, так сказать, может быть, как к вещи, как к игрушке любимой, но привязан. Второе, на что она рассчитывала, она, видимо, рассчитывала на отпущение грехов и возможность начать жизнь, хотя бы в религиозном смысле, с чистого листа. В-третьих, не исключено, что она получала за это какие-то деньги. То есть, она работала на свое будущее. Она же не знала, что его у нее нет. Видимо, этот вопрос будет решен только в ходе процесса. Вполне возможно, что рассматривалась такая версия, что ей, как говорится, что она пойдет по программе защиты свидетельств, выражаясь современным языком. Но было перерешено все-таки в пользу, что ее тоже надо изолировать. Вот. А в чем его обвинились? Взяли его перед самым Новым годом. Мы его взяли 27 декабря 1989 года. Ночью. Это положено. Ночью. Он ожидал в это время очередного клиента, которому собирался морочить голову. По романтической версии это была даже клиентка, переодевшаяся в гусарскую форму. Но, так или иначе, он выпрыгнул из окна, пытаясь бежать. Но все было хорошо подготовлено. Он был немедленно схвачен. Ему предъявили 103 пункта обвинения. Но если их группировать в современных терминах, они сводились к трем группам. Во-первых, это ересь. Значит, сразу надо... Ересь в чем заключалась? Ересь заключалась в мелочах. В общем, на самом деле, как я понимаю, обвинение в ересе было необходимо для того, чтобы не было сомнений в правомочности именно инквизиции этим делом заниматься. Ну, там потому что допросы вполне себе средневековые, когда его спрашивают, а перечислите, пожалуйста, подсудимые семь смертных грехов, он перечисляет пять. Ну, ведь как он выкрутился, здорово с этим, да. Он выкрутился. Он перечисляет пять. Забывает гнев и гордынь, по-моему. А его говорят, ну, какой вы христианин, да, если вы не можете перечислить, ну, как же, я специально не перечислил гнев и гордынь, чтобы вас не обидеться. Чтобы не оскорбить, да, так сказать, высокий трибунал этим, упоминанием этих страшных грехов. Это очень остроумно было, конечно. При том, что гнев и гордынь действительно два наиболее тяжких, то есть тут он мог так. Он, конечно, был очень находчив, но периодически уже... А помните, как мы уже говорили, не жаловался, поэтому он не жаловался. Не жаловался, но вот смотрите, интересный момент, поскольку это действительно инквизиционный трибунал, вы правы, абсолютно средневековый, его просят несколько раз во время процесса для того, чтобы доказать, что он добрый христианин, прочитать различные молитвы, причем самые такие обычные. А он очень многословно уворачивается от этого. Похоже, что он их не помнил. Ведь понимаете, что тут же нужно было не просто пересказать... То есть, в Египетском имя, он ими сломанит, а... А как проверишь? Понимаете, в египетском имя, если ты там немножечко соврешь, никто ведь не заметит, да, Шампальон-то еще практически, можно сказать, не родился. Что касается... То есть, не практически, он физически еще не родился, по-моему, вот, а что касается молитв, ведь в суде инквизиции скази одно слово, не отмоешься до конца короткой жизни. Поэтому он, видимо, понимая, что он не сможет их произнести правильной без запинки, вот он таким образом... Лучше вообще не произносить, чем произносить ошибку. Да, совершенно верно. В этом он, видимо, был прав. Потому что то, что он как-то уклонился, это одно, это не прямое. А вот если он запутается в тексте, это будет уже, конечно, с точки зрения инквизиции, абсолютно прямое. Но главное, конечно, никакой ереси всерьез там не было. Ему инкриминировали именно то, что он недобрый христианин, что он не бывает в исповеди, что он, соответственно, не причащается, что он вообще там в церковь практически не заходит. То есть, его признают христианином при этом? Или безбожником? Нет. Дело в том, что он же очень быстро начнет каяться. И раз он кается, он уже не безбожник. Да? И хотя он периодически будет брать назад, а потом опять кается и кается в разных вещах. Но все-таки вот та тактика, которую он выбрал еще на предварительном следствии, когда он начинает каяться и говорить, да меня неправильно поняли. А потом он говорит, да нет, это я неправильно понял. Вот вы, святые отцы, мне разъяснили. Вот теперь я святы истины узрел. Вот теперь я понимаю, как все было неправильно. И так далее. Эта тактика не позволяла его выставить запирающимся еретику. Сейчас я предлагаю у нас как раз перед серединой часа предлагаю суд присяжных пока проголосовать. Ну, давайте, да. И вынесет вердикт, потому что уже такое предварительное обвинительное заключение у нас есть. Мы вам предлагаем не виновен или невиновен Жозеф Бальзамо, он же граф Клиотра. Да, уж очень трудно определить с другой стороны. А предлагаем два варианта, по какой статье его судить. Надо было бы, вот вы будете, собственно, судить. Если вы считаете, что он еретик, чернокнижник и безбожник, 660-06-64. То есть убежденный. Убежденный. Убежденный, а убежденный чернокнижник. Да. Еще раз. Убежденный, еретик и чернокнижник. Граф Калиостро. 660-06-64. Если вы считаете, что он мошенник, просто мошенник, и судить его надо за мошенничество и ни за что иное. Злоупотребление доверием. 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. И, наверное, скажем, что мы объявим результаты где-то в 48-49 минут. Да, еще раз. 660-06-64. Если вы считаете, что он убежденный, чернокнижник и еретик, и безбожник, соответственно, и 660-06-65, если вы считаете, что он мошенник. И мы вернемся к вам после новостей. Продолжаем с Алексеем Кузнецовым предъявлять обвинение графу Калиостро, или как бы его ни звали. Да. Ну, Джозеппо Бальзамо, конечно, или Бальсамо, вопрос произношения. Значит, так что он... С ересью, да. С ересью. Ересь там была в основном именно как бы вот его отпадение от церкви и так далее. А второе и главное, как вы правильно совершенно заметили, обвинение – это вот создание масонства, на что он будет несколько линий в разные периоды процесса. И то, что это правильное масонство, и то, что он раскаивается в том, что он заблуждался, что он неправильно был понят или сам неправильно понял, и так далее, и так далее. Ну, и третье, так сказать, довеском, что называется, поскольку важно было его дискредитировать еще и лично, чтобы из него потом не получилась невинная жертва этих самых мракобесов, ему предъявили целый набор всякой уголовной мелочи. Такой действительно чисто уголовной, то есть мошенничество, непристойное поведение, подлоги. И вот все, собственно говоря, чем он подкреплял свое существование. Это чудесное одно из обвинений, которое связано одновременно и с ересью, и с непристойным поведением, когда его обвиняли в том, что он снял распятие из комнаты, оскорбив тем самым чувство верующих, то есть своей супруги, которым там в основном и оскорблял ее чувство верующих, и заменил его зеркалом, то ли рядом с кроватью, то ли над кроватью, как написано было, непонятно его была цель, этого зеркала, хотя как раз там все совершенно очевидно. Ну да, надо сказать, что тем распятие его не покинет до самой смерти, когда уже в тюрьме он будет ревностно раскаиваться и всячески. Он напишет специальное прошение о том, чтобы распять из папье-маше, который в соображении безопасности в его камере висел, заменили на настоящее деревянное. По этому поводу случится целая переписка, и в результате будет отказано. То есть скажут, что ничего, нормально, ему и перед папье-маше будет неплохо. То есть тем распятие она действительно будет его сопровождать. И его процедура формально была соблюдена, у него были адвокаты, что, строго говоря, в инквизиционном процессе Редкий случай, да. Причем один адвокат, это был официальный адвокат римской курии, граф Гаэтана Бернардини. Он, насколько я понимаю, не был священнослужителем, но он официальный адвокат, как есть там и сейчас наверняка есть официальный адвокат. По назначению, да, называется. Вот. А для того, чтобы это не создало окончательное ощущение, что это заказной процесс и даже адвокат, что называется, значит, предопределенный, то был привлечен, приглашен в этот процесс очень популярный в Риме. Его называли адвокатом бедняков, такой Карл Луиджи Константини. Человек, который действительно очень часто бесплатно защищал там всяких. Его церковь пригласила или подсудимая? Нет, его пригласила церковь, подсудимому никого приглашать не разрешается. А зачем это нужно было? Кому-то было в Риме дело до судьбы графа Калиостера? Я так подозреваю, что... Римскому народу и сенату. Работали в основном на внешнее потребление, что не хотели, чтобы возникло ощущение, что вот полное средневековье у них тут в Риме творится. Вот такого человека, значит. Нет, ну как, формальности же соблюдены. Есть действительно буллы. Две буллы про запрет масонства. Да, вредоносных масонских организаций, иностранных агентов и так далее. Ну да, да, да. Некоммерческих иностранных агентов. И, ну, законодательство-то соблюдено. А зачем еще адвокат? Видимо, думали над пиаром. Что, опять-таки, я рад, что мы так на современные термины совсем скатились. Был очень яркий прокурор, некто Джованни Барбери. И, судя по всему, именно он является автором книги, которая стремительно по окончании процесса появилась. Видимо, он ее готовил в течение всего этого длинного суда. Жизнеописание Джузеппе Бальзама, которое до сих пор, в общем, является одним из главных источников о его жизни. Которым, я имею в виду, жизнеописанием, пользовалось огромное количество авторов. Дева. Да, там на самом деле, если перечислить только самых основных, кто писал о Калиостро, ну, Дюма, ладно, Дюма, это понятно, да, мошенники, авантюристы, это его, что называется, профиль. Но им всерьез интересовался Владимир Соловьев. Напомним, не тот, который сейчас, да, сын Сергея Михайловича Соловьева. Значит, им интересовался Михаил Кузьмин, который трехтомную написал, да, так сказать, книгу о Калиостро. Им интересовались множество вот на рубеже 19-20 века, когда очередной такой вот всплеск. В Европе всплеск мистицизма и всего прочего. Новые розенкрейцеры. Розенкрейцеры новые, да, ощущение надвигающейся этой Первой мировой войны, о котором так многие писали. Тот же Блок замечательно писал, да. Вот в этом, во всем вот эта фигура Блаватская очень серьезная интересовалась. Она была сторонником как раз. Причем Блаватская как раз разбирала и процесс в том числе. Все, Блаватская. Но Блаватская была абсолютно изначально убеждена в том, что вот святого человека затравили. То есть, она его горячая сторонница. Вот, что странно при всей ее такой общей настороженности ко всему, но вот... Вообще, мистики друг друга не любили, как правило. Безусловно. Да, да. Ну, а вот здесь вот она совершенно вот его горячая поклонница Блаватская. И вот, судя по всему, автором этого документа был человек, не документ, а этой книги был человек, который был, собственно, главным обвинителем на процессе Барберии. И был вынесен в конечном итоге приговор. Он был приговорен, несмотря на свое раскаяние, но поскольку это раскаяние несколько раз бралось назад и так далее, значит, он был приговорен к публичному сожжению, но все-таки с учетом раскаяния и для того, чтобы дать шанс и так далее, оно было заменено на пожизненное заключение, а публичному сожжению были подвергнуты многочисленные материалы, которые были при аресте и обыске конфискованы. Это и различные книги, это и какие-то предметы ритуальные и прочее, прочее, прочее. И вот, так сказать, был такой костер. Сожжение все-таки к этому времени не очень практиковало. Не очень. Там был мораторий, да. Ну, как сказать, на самом деле, в XIX веке ведь будет сожжено в Европе несколько человек. Не уверен в Риме, не могу сказать точно, в Испании будут сожжены. Ну, в Папской области просто к тому времени, к времени окончания процесса не так много осталось уже жить, как в Папской области. Ну, да, да, да. Значит, ну, как не так много, но все-таки нет, ну, она же потом восстановится, да, в известном смысле после наполеоновских дел. Значит, в костре горели вот эти вещи, а сам Калиостр публично приносил покаяние и так далее. После чего он был направлен в крепость Сан-Лео, где он в течение вот последующих пяти лет и будет жить... А когда судили его, он был в замке Сант-Анджело. В Сант-Анджело, да, знаменитый замок, построенный изначально Папой Александром VI Борджа с совершенно другой целью, как укрытие Папа, прекрасно понимал, что когда-нибудь ему придется бежать, так сказать, от возмущенных сограждан и сограждан. То есть, это очень торжественное место. Это даже более торжественное, чем Бастилия, место для правосудия. Надо сказать, что Калиостр, который очень ругался по поводу условий содержания в Бастилии, посидев Сант-Анджело... И червяки у него там в матрасе жили. Да, 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 вынужден будет пересмотреть и сказать, что вот это были цветочки, а на самом деле... Да, и отправили его в Сан-Лео. В Сан-Лео, где его поместили в камеру очень необычной конструкции, где не было двери в нормальном смысле этого слова, где вход был, по сути, через крышу, там четыре слоя решеток и так далее. Каменный мешок. Каменный мешок, ну, хотя он был нормальной площади, но действительно вот малейшие его ходатайства, они тут же порождали переписку. То есть, явно местное начальство очень боялось не потрафить, что называется, Риму. Потому что вплоть до того, что когда он попросил немного глины для того, чтобы замазать щели в стене, где жили клопы, вот тоже по этому поводу был направлен запрос. Из Рима пришел отказ. А мало ли для чего там ему глины. Но старенький комендант пошел на риск и мужественно велел побелить. Да, обвинили-то его по всем пунктам. Все, все. И машинник, и чернокнистник. Да, все 103 пункта, священная инквизиция, надо сказать, очень представительный был состав суда. Семь человек, из них четыре кардинала. То есть, угу-гу-гу. Причем там не просто кардинал. Нет, не просто кардинал. Конгрегация по вопросам веры усилия. Совершенно верно. Ну, которая, в общем, и была тогда инквизиция. Собственно, да, сердце. Секретарь кардинал и так далее. Вот. А вот Дмитрий спрашивает, как он вел себя в заключении, раскаялся ли. Ну, что у него в душе творилось, трудно сказать. Жаловался он много. Жаловался он много, с удовольствием. Да, я думаю, что он был уверен, что все-таки его выпустят. Не будем забывать, он, в общем, не старым человеком попадает в тюрьму. Сколько ему было? Он 43-го года. Ну, да. Значит, 50 с небольшим, когда он оказывается... Ну, не совсем старик, конечно. Совсем не старик. 50 с небольшим, когда умрет. Да, он оказывается в Сант-Анджело в возрасте 48 лет. Прошу прощения, в Сан-Лео, да. В Сан-Лео. Ну, сначала, да, в Сан-Лео жил, а потом в Сан-Лео, оказывается, ему 48-49 лет. То есть, в общем, он, наверное, рассчитывал еще пожить. Вот. Отчего он умер? Тоже есть версия, что он был своими тюремчиками отравлен. Но, понимаете как, что такого случилось, что его после пяти лет заключения надо было отравить, я, честно говоря... О нем помнили все эти годы, когда он сидел в тюрьме? Вы знаете, ну, если... Нет, он писал жалобы, наверное, помнили, конечно. Нет, они упомнили в том смысле, что он не железная маска. Но что это были за годы-то в Лео? Вообще, там были такие годы. Это были такие годы, кому дело до этого клестра? Тем более, что он пытался блефовать еще до начала суда. Когда его заключили в Сан-Анджело, он говорил, что вот пять тысяч, значит, римских масонов уже готовы взять штурмом, так что лучше отпустите по-хорошему, да у меня в Египте миллион, да, имеется в виду людей, а не денег. То есть, он все время пугал, и, в общем, в результате он, видимо, окончательно убедил и судей своих тоже в том, что он обычный фанфарон и мелкий... Но при этом его решили в строгой изоляции держать. Да. Не потому что считали, наверное, что какие-то у него умения необыкновенные, а просто потому что, чтобы урок был. Ну, черт возьми, он, видимо, фокусником все-таки был неплохим. Трудно сказать, там, можно ли его сравнить с Эмилием Кио или с другими великими представителями жанра, но он, видимо, кое-чего знал про фокуса. Поэтому, наверное, от греха подальше не только наказать, но и все-таки мало ли. А то, так сказать, ключ вытащит, там, дверь откроет. Видимо, он скорее был вот таким, он вызывал ощущение ловкого карманника. На этот счет были приняты меры. А так, его очень неплохо кормили, и он там, судя по всему, прилично отъелся. И по одной из версий, в общем, именно обильное питание и малоподвижный образ жизни привело его до публиксистического удара, по всей видимости. Да, 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 видимо, что-то... Нет, он жаловался действительно много, но не на то, что он там замерзает. То есть, это не был каменный мешок вот в том нашем привычном смысле слова, когда зимой нестерпимо холодно, а летом невыносимо жарко. Нет, он сидел по меркам конца XVIII века вполне комфортабельных условий. Ну, сырая к камеру, но не сырее они присутствуют. Общаться ему ни с кем, кроме тюремщиков, не давали. Но это тоже обычное дело, конечно. Еще особенно, да. И смерть его тоже, ну, как полагается, не может быть не окутана тайной, конечно, потому что непонятно, где он захоронен. Тут же интересная история, что когда пришла освободительная французская армия, или в данном случае это даже не совсем французская армия, а, насколько я понимаю, был генерал Домбровский. Да, да, польская, польская дивизия. И, собственно, генерал Домбровский взял и замок, и тюрьму. И потом, вроде бы, заключенные откопали останки графа Калиостро и где-то их закопали, где непонятно. Только его самые преданные адепт-лучения знают, где точно. Понимаете, это тоже обязательный, почти обязательный элемент. Ну, как еще, конечно. Потому что, знаете, людей, которые еще полвека делали многозначительные глаза и говорили, что слухи о смерти графа Калиостро сильно преувеличены, да, перефразирую Булгакова, вот, они, конечно, были. Понятно, что вот это представление о том, что на самом деле Калиостро не умер, что Калиостро на самом... Ну, это сопровождает любую такую вот окутанную всякими туманами фигуру. Наверное, время выносить вердикт. Мы останавливаем голосование, которое продолжалось все это время. И там достаточно однозначный вердикт. 90% решили, что максимум, за что можно судить графа Калиостро, Жозефа Бальзамо, Джозеппе Бальзамо, Бальсамо, это мошенничество. И 9,8 готовы были судить его за ересь Чернокнижия и Безбожия. Ну, я присоединяюсь в данном случае к большинству. Он, конечно, был мошенник. Он был мошенник с размахом, не бесталанный, безусловно. А порочили, в общем, светлой политик. Очень наглый, да, во всех смыслах этого слова. Но вот такой, знаете, карнавальный, я бы сказал. То, что мне как раз очень нравится, то, что сделал Горин с повестью, довольно серьезной повестью Алексея Толстого. Вот мне кажется, что формат формулы любви, он очень подходит этому человеку. Веселый, там временами загадочный, но все-таки в первую очередь веселый. Хотя конец, конечно, у него был невеселый. Не веселый. У Графа Калиостро это достаточно печальная участь для человека, покорявшего своим обаянием и своим талантливым мошенничеством европейские столицы практически все он покорил. Веселый.